Дом, по деревне, есть еще кто? Фамилия Николаевича? Дешенко Иван Сергеевич, 24 мая 1927 года. В каком подразделении вы служите? Я командир 1-го инженера технического взлота, инженера технического врата, инженера саперного батальона, 21-я тянема стрелковая бригада. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее там стояли до 30 марта. Оттуда уже вы, при выводе войск, вывезли обратно в Российскую Федерацию. В Российской Федерации были до 18 апреля 2022 года, дальше повторно вошли на территорию Украины через Луганскую область. Далее оттуда через месяц были передсоциированы на северный пункт Пески-Рядковский. Там тоже простояли около месяца. Мы ведем наш небольшой репортаж из небольшого, но мирного села одной из властей Украины. Смотрите, пожалуйста, вот сюда, чтобы вот у нас обеденная зона. Вот он, Геннадий принимает солнечные ванны. Прошу за мной. Тут Алексей собирается мыть стопку. Живем мы вот здесь. Как-то вот так, кто где устраивался. Но места есть для всех. Вот тут командир Иван. Отдыхает после дежурства. Ну что хочу вам сейчас сказать. Живем мы с дружно. Задача пошел нахуй. Вопрос к питанию у нас построен на высоком уровне. Кстати, тут у нас имеется вот твой автомобиль. И не один. Чтобы не переживать, что мы плохо питаемся. Вот наши запасы. Есть все. Есть все. Предусмотрена даже вот такая пища. Это наш случай. Если у кого-нибудь из нас появится малыш. Чего твою мать? А-а-а! Чуть ниже, наклонись. Шуринки ближе. А с подволь вошел. Ты здесь нахуй. Дали были пересоцированы в Сосновку. Там пробыли около 12 дней. После чего были пересоцированы в Пазлуганск, где получили приказ на выставление блокпоста на селеном пункте Мирная долина. Белогор по прибыли мы 9 июля. Далее там выставили наблюдательный пост на вершине на селеном пункте Нового Гоя. Сколько человек стребов в Белогорку? Около 40 человек. Кто еще поменялся, какие подразделения были в Белогорке? В Белогорке также находились народное ополчение и несколько танков, 90 танковой дивизии и часть боевых машин от 15-й отделе мострелковой бригады. Кто на Тигре ездил? На Тигре ездила бригада специального назначения. Гру? Так точно. Какая бригада? 24-я бригада, город Новосибирск. Что происходило дальше, когда вы высадились? 12-го числа была проведена артподготовка по промзоне, где была подбита техника и наши военнослужащие. Далее 13-го числа утром, во время моего дежурства, вооруженные силы Украины и подразделения выдвинулись для захвата на селеном пункте Белогоровка. После того, как я заметил, их пытались составить трех человек, составить своего расчета, выдвинуться обратно к своим подразделениям, но уже не успели и были блокированы. Впоследствии с чего оказались в клину у вооруженных сил Украины. Как вы думаете, кто заходил на ладуарно-штурмовые действия в Белогоровку? Заходил батальон «Кракен». Как вы оцениваете их действия? Почему они так скрытно сошли, скажите? Была проведена заранее разведывательная работа по разведке местности, передвижению и численности противника в населенном пункте. Далее обезвреживание наблюдательных постов. Как обезвредили наблюдательные посты? Еще раз. Как обезвредили наблюдательные? Обезвредили наблюдательные посты были обезвредены с помощью холодного оружия, именно ножами. Вы с головой не слышали? Нет. Ты как зашел подразделение в Белогоровку, вы не слышали? Нет. Только уже заметил на подходе к Белогоровке, когда они уже были на окраине. Вы сами сдались? Пытался вытянутся. Мой наряд был ранен и был. А почему мы не стреляли? Вы приняли решение сдаться? Вы вынуждены сдаться. Вы хотите, чтобы вас обменяли? Я очень хочу, чтобы меня обменяли. Я хочу оказаться поскорее дома. В этом году я ничего не рассказал. Бойpan ш抽. Как и все еще раз. Когда했어 пришел на штуах. Она хочет, чтобы матьéro. Как и все. Hay что Dodgett и юрана ты прожил. Соедин Commercial時. Я желаю правую. Должны платить за боевые 53 бакса, 2 оклада и зарплату. Прошла только зарплата и половина от боевых, то есть 2 оклада и половина за боевые действия не пришло. Маглусас решил нас наебать, прям поиметь нафига себе. Должно было прийти 300 тысяч, а у меня с трех зарплат всего, ну с трех зарплат и боевых всего Би-281 сейчас на счету. Все хорошо, не переживай. Ко мне относится хорошо. Я вас очень сильно люблю и скучаю по вам. Солнычек, тебя очень люблю и скучаю. Да, мы скучаю. Да. Все, храни тебя Бог. Люди, которые тебя окружают, которые добрые люди, пусть они все останутся добрые. Душе Бога нельзя терять. Ты видишь, мы сегодня оказались в храме все вместе, и Катюшка тут оказалась в храме. Ирина Борисовна, у нас большое подразделение, все крещённые, даже те, что не крещённые, можете делать то, что вы хотите. За весь тратим. Хорошо, хорошо. Вот завтра поставлю свечку, завтра поставлю, я вам Богом клянусь, поставлю свечку. Нас рос под Харьковом в Лобовой, всю жизнь прожили. Мы тоже не знаем, где они. Мы их тоже связь потеряли. Вы понимаете, что вот это всё, это всё страшно. Это страшно для всех. Вот это кипер, это всё бессмысленно. Мы всегда были братьями. Всегда. Вы можете сейчас обратиться к своему руководству и сказать пару слов от себя. Пожалуйста, берите меня по раз поскорее домой. Я очень хочу домой. Спасибо.